Поговорим с Дмитрием Гудковым, российским оппозиционным политиком и общественным деятелем. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий Геннадьевич, приветствуем. Приветствуем вас, приветствуем. Дмитрий, ну неужели те, кто писал это письмо, думают, что Путин их услышит? Ну это вообще действенно или это какая-то, может, очередная показуха? Да нет, ну они наверняка верят, что в преддверии выборов, ну как они считают это выборами, мы не считаем это выборами, в преддверии горячей линии Путин может быть и обратить внимание, если в Кремле захотят этот момент использовать для пиара Путина. Да, он может обратить внимание, кого-то оттуда вытащит, но надо понимать, что проблему, которую они поставили, решить не удастся, да, потому что Путина нужны эти мясные штурмы, Путин все равно не может сейчас мобилизованных оттуда вытащить, потому что у него людей не хватает. Вот, ну какой-то один красивый жест он может сделать именно как раз для того, чтобы использовать это в своих политических предвыборных целях. А вот та история, что Путин хочет Абдиевку взять до своей пресс-конференции, в принципе, мы уже говорили с военным нашим аналитиком Александром Коваленко, вот буквально перед вами, что это нереальный план вообще. То есть, неужели Путин не понимает, что происходит на фронте, и такие-то правды, что ему всей правды, извините за эту автологию, не говорят? Да нет, дело не в этом. Просто система, она устроена таким образом, когда вся вертикаль власти выполняет не то, что Путин там хочет, или не то, что Путин приказывает, да, а каждый просто выслуживается, каждый хочет тоже для себя какие-то, так сказать, бенефиты извлечь, да, и кто-то, видимо, подумал, а давайте попробуем взять Андреевку. Да, заодно Путин как бы... Авдеевку. Авдеевку, да, прошу прощения. Давайте попробуем взять Авдеевку, да, до его пресс-конференции. Если нам удастся это сделать, значит, мы отличимся, получим какие-то свои, так сказать, пряники, да. Ну, и это не значит, что прям Путину, Путин дал команду ему вот горячую линию в Индоположи, да, какой-то там, какую-то победу. Будет победа, отлично, не будет победа. Ну, значит, это проблемы тех, кто не смог ее обеспечить. Вот и все. Окей, но на этой пресс-конференции, которая, по сути, должна положить начало предвыборной гонки на несуществующих выборах, да, псевдовыборах в Российской Федерации, что должно быть озвучено ртом диктатора Путина для того, чтобы привлечь электорат, не знаю? Ну, то есть, что от него ожидают? И для чего вообще эта линия, она ее ж не был-то давно, для чего они ее придумали именно сейчас вернуть? Они это могут использовать как старт кампании, безусловно. Не факт, но как один из вариантов. Безусловно, Путин постарается отвлечь внимание от войны. Я думаю, что будет много разговоров по каким-то текущим внутриполитическим проблемам, внутрироссийским, в смысле, проблемам. Потому что успехов никаких нет, война бессмысленна, по мнению многих. Плюс социология показывает, что 70% россиян хотели бы, чтобы война закончилась. Неважно, какая мотивация, но хотели бы, чтобы все закончилось. Поэтому говорить про войну, говорить про угрозы, пугать, наверное, что-то будет на эту тему. Но я думаю, что Путин постарается рассказать о каких-нибудь чудных перспективах для страны. Что западная модель скоро рухнет. Вот он сейчас уже где-то заявил, что банки западные все рухнут. Что будет мировая революция в экономике. И что Россия занимает одно из лидирующих мест вместе с нашими друзьями Китаем, глобальным югом и так далее. Вот что-то такое будет. Ну и какие-то там решения местных проблем, как всегда, горячая линия используется для звонков в стиле Владимир Владимирович. Мы вас ценим и уважаем. У нас здесь вот лавочки раньше стояли, а теперь они исчезли. Вы не могли бы помочь. И Путин дает команду губернатору. Ну-ка, срочно езжай, установи лавочки. На следующий день отчитается, что лавочку установили. Или какое-нибудь письмо будет о том, что вот исчезли лекарства. Путин даст команду, чтобы привезли лекарства. Ну вот так это обычно работает. Каждый будет поднимать какую-нибудь региональную проблему из барского плеча. Путин будет, так сказать, раздавать деньги. А еще одна история. Совет Федерации запустил кампанию по продлению президентских полномочий Путина еще на шесть лет. Решение было принято единогласно, понятно. И этим решением дается старт началу президентской кампании, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Расшифруйте нам, что это такое. Я вот, честно говоря, даже не понял, что вы прочитали, что значит дополнительные полномочия, о чем речь идет и почему на шесть лет. Ему это уже давно право гарантировано вот этой вот изнасилованной конституцией, которую они обнулили. А что за законы про дополнительные полномочия? Мне надо просто прочитать, видимо, эту новость. Наверняка это просто как-то журналисты не очень четко написано. Поэтому мне сложно здесь что-то комментировать. Но единственное могу сказать, что таких полномочий даже у царения, которые есть у Путина. Он может вообще все, он полностью все контролирует. Более того, если там в царские времена были всякие народовольцы и сложно было контролировать, были и политические партии, которые могли работать. То есть сейчас, когда у тебя полмиллиона камер в Москве, ты можешь просто включить большого брата. И как говорил философ Харари, историк Харари, вот, значит, искусственный интеллект, если он попадает в руки диктаторов, то тогда это превращает страну в цифровой гулаг. Путин, в принципе, он пользуется этими технологиями цифрового гулага, поэтому у него гораздо и полномочий больше, и контролирующих всяких инструментов, контролирующих общество тоже намного больше. Я понимаю, куда, какие полномочия? Он может теперь расстреливать оппонентов, но есть только такие полномочия. Ну да, окей, это не было закреплено на официальном уровне, но, похоже, он расстреливает оппонентов или тех, кто каким-то образом сейчас идет против мнения власти или против позиции власти. Окей, можно ли говорить, что российская оппозиция уже включилась в этот процесс? Понятно, речь идет, тем не менее, о псевдовыборах, но создать хотя бы видимость борьбы нужно. Да, конечно. Сейчас, во-первых, Навальный запустил проект «Голосуй за любого, кроме Путина», и каждый должен уговорить 10 человек не голосовать за Путина. Значит, такая же инициатива была у коалиции, где там с Михаилом Кондарковским мы собирались в Берлине, что должна быть скоординированная общая, так сказать, оппозиционная кампания против Путина, что делать в сам непосредственный день голосования, мы чуть позже решим, когда вообще будет понятно, кого пустили, кто в бюллетене, как это все будет происходить. Но, например, такая рабочая идея за рубежом, которая обсуждается, призвать всех, и сторонников бойкота, и сторонников участия, прийти к посольствам, где пункты для голосования размещены. Вот. В одно время, в один день, чтобы просто показать огромную очередь противников Путина, чтобы картинка была, что общество, на самом деле, Путина не поддерживает, а весь результат ему просто нарисовали. Вот задача сделать так, чтобы в путинскую победу в обществе, в элитах и в мире не поверили. То есть заставить его просто нарисовать и грубо фальсифицировать выборы, как в случае с Лукашенко произошло. И Лукашенко перестал восприниматься и внутри Беларуси, и за рубежом, как легитимный президент. По поводу зарубежа и Лукашенко, раз уж вспомнили, как вы думаете, какая цель его была, что он поехал в Китай так, срочно даже, можно сказать, не анонсировали этот визит так, чтобы сильно? Ну, дело в том, что Лукашенко, который всегда пытался сидеть на двух стульях, сначала между Европой и Россией, вот, он понял, что в Европе его больше не ждут. А другой стук, как-то он уже превратился в какую-то маленькую табуретку, и там не очень уютно. Поэтому, если ты хочешь искать какой-то другой полюс, то ты должен поехать к настоящему вассалу. Ты должен стать вассалом господина Си и с ним уже договариваться обо всем. Потому что, если тебе нужна крыша, то эту крышу в современном мире, особенно после войны, может дать явно не Путин, а только Китай. Поэтому Лукашенко выстраивает вот эти контакты на всякий случай, понимая, что именно как раз Китай будет влиять в том числе и на многие процессы внутри России, которые Лукашенко рассматривает как один из наиболее перспективных рынков для своих продуктов, товаров и так далее. Что надо уже, грубо говоря, вопросики решать по России даже, не в России, а в Китае. Ой, интересно, а как Путин может воспринимать подобные шаги? Это ведь своеобразное предательство, нет? Да Путин-то не очень любит Лукашенко. Ну а что может Путин сделать? Потому что если не Лукашенко, то Беларусь явно разворачивается и идет в Европу. А пока только есть один безумный диктатор, который уже на протяжении десятилетий этот процесс тормолит. Так это взаимозависимость получается? Конечно. Поэтому Лукашенко всегда может выйти с критикой сначала о России, а потом получить миллиард долларов и снова, так сказать, нахваливать своего соседа. Дмитрий, как относитесь к тем слухам, что СИ готовит Лукашенко вместо Путина? Что Путин это уже отработанный материал. — Ерунда. Во-первых, зачем СИ кого-то готовить? На эти процессы они не могут так повлиять. Они будут работать с любым. Зачем кому-то готовишь? Любой следующий будет вынужден работать с Китаем. Потому что Китай является одним из основных потребителей российской нефти. Зачем ему влезть в эти непонятные разборки, кто там царь горы в России? Любой прибежит ко мне, думают китайцы. — Понятно. Спасибо вам большое. — Остается следить за развитием событий, чем мы будем заниматься. Спасибо большое. — Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик и общественный деятель специально для телеканала «Фридом». — Благодарим. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. — Субтитры создавал DimaTorzok